На молодежном форуме работает наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках. Чувашия глазами художников России и Беларуси. Уже почти две недели в селе Тархан и Батаревского района работает 13-й Кокелевский международный пленэр. Сегодня глава республики встретился с его участниками. От Тихого океана до Западной Европы. В этом году география пленэра широка как никогда. Впервые в нем участвуют мастера из Хабаровского края и Республики Хакасия. Они не только рисуют сами, но и помогают юным художникам освоить азы изобразительного искусства. Для вас историческое это событие, что такие личности приехали, подсказали вам, как рука правильно должна там работать. Так ведь? Вам было приятно? Да, очень. Да? Очень? Пленэр посвящен сразу двум знаменательным датам. Столетию со дня образования Чувашской автономной области и 140-летию со дня рождения Алексея Кокеля. Он один из первых Чуваший получил профессиональное художественное образование. Место проведения пленэра выбрано не случайно. Именно в селе Тархана родился именитый художник. Теперь ежегодно мастера кисти рисуют окрестности села. Светлана Врублевская приехала в столицу Чувашии впервые. Очень впечатлило такое качество, как хлебосольство, щедрость, такая доброжелательность, доброта. Мне кажется, что это качество как раз роднит Чувашей с белорусами. Они немножко, два народа немножечко похожи. И, конечно, очень удивило такое потрясающее трудолюбие людей. Пленэр подходит к концу. Позади знакомство со старинным селом, его людьми, мастер-классы для будущих художников, экскурсии в столицу республики и город Алатырь. Отчетная выставка покажет, что останется в памяти от малой родины знаменитого живописца.